здрасте дорогие друзья уважаемые подписчики моего канала в этом видео я хочу рассказать вам поделиться своим опытом здрасте дорогие друзья уважаемые подписчики моего канала в этом видео я хочу рассказать вам поделиться своим опытом как я делала процедуру которая называется лазерный фракционный термолиз фракционный термолиз лазером так друзья я снимаю в комнате в которой еще у нас не закончен ремонт но здесь я сижу прямо лицом к окну чтобы очень хорошо падал свет и чтобы вы смогли во всех деталях разглядеть и собственно понять если вы не знакомы с этой процедуры если вы никогда не делали то я вам сейчас все расскажу вот такой отек после этого кожи просто горит косметолог сам настраивает мощность лазера то есть видимо судит по типу вашего лица вот и к этой насадочкой возят вам по лицу сама процедура длится чуть менее часа она довольно долгое потому что там по нескольку раз простреливаются одни те же места все 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 лицо вплоть вот до этих мест и вплоть вот до этих вот мест эта процедура призвана подтянуть овал лица убрать мимические морщины убрать купероз убрать красноту вашего лица сделать кожу лица ровным и красивой и как мне говорили что после этой процедуры пациентки буквально ну просто пищат от восторга настолько великолепная кожа это процедура болезненная сразу скажу даже перед ней делают анестезию лицо мажут специальным кремом чтобы у вас тут немножечко занемело все это дело вот но все равно чувствуется все равно больно потому что лазером простреливается везде и да самые ужасные места это вот здесь ужасно вот здесь больно на щеках и даже вот здесь вот здесь друзья под глазами и над глазами тоже все это прочикивается очень больно ну конечно же вытерпеть можно естественно там матом не кроешь да не лежишь но больно прям просто капец практически уже там думаешь господи когда все это кончится ощущение от действия лазера такие что в этой насадке как будто есть игла как будто вот и когда вам прикладывают это игла начинает вам вот так вот долбить сильно-сильно-сильно и как будто вот она вам колет но на самом деле это никакой там иглы естественно нету на самом деле это просто действие лазера да чем там долго током каким-то я не знаю прожигает в общем само его действие то что он прожигает верхний слой кожи и таким образом там внутри что-то офигенно стимулируется кожа там не понимает что с ней сделали и на всякий случай начинает вырабатывать то что она должна вырабатывать там коллаген всякие какие-то еще там в общем регенерировать меняться и за счет этого кожа лица вроде как должна стать лучше и потом когда я на себя посмотрела в зеркало я подумал первое что я подумала что вот так вот я буду выглядеть если буду пить если я буду бухать если я буду алкоголиком то я буду выглядеть именно так вот так выглядит человек который наверное я не знаю пил неделю смотрите это я просто после процедуры лазер прожигает кожу точечно по всему лицу в общем это делается с анестезией вот такой отек после этого кожи просто горит во время самой процедуры пахнет паленым сразу после процедуры вы выглядите друзья вот так просто как алкоголик как алкоголик это были кадры из моего очередного влога вот если вы просто не смотрите мои влоги то я могу вам сказать да что у меня на канале есть влоги где я показываю все что я сделала вот и в очередном влоге я показала результаты этого фракционного термолиза самое ужасное что мне нужно было сразу после этого ехать по работе и я приехала к людям с такой рожей я им сразу объяснила что не пью просто я сделала фракционный термолиз лазером отек держался довольно недолго где-то на следующий день его уже не было но ему на смену пришла ужасная ужасная краснота я ходила просто с такой красной рожей как будто вот восставший из ада просто все это дело ужасно ужасно болело сразу после процедуры на следующий день было такое ощущение что лицо просто хотелось засунуть или куда-нибудь холодильник в морозилку или вот так вот окунуть его в сугроб смочить какой-то холодной водой дотрагиваться до лица я очень сильно боялась то что мне было и больно было ощущение что верхний слой кожи просто содран вот когда вы сгораете на солнышке да вот на море да можно очень сильно сгореть и потом вот болит так вот здесь это там в несколько раз в два раза сильнее болит чем обычный ожог от солнца чем это нужно было мазать она сказала мазать просто хлоргексидином вот где-то два раза в день и обычным своим кремом которым вы пользуетесь да там каждый день или на ночь начались какие-то появляться белые пятна видимо кожа постепенно отходит стресс получен вот и такие вот пятнышки здесь вообще полоски ой а нам сейчас детьми надо пойти к врачу я пойду с такой рожей и друзья кожа была еще очень очень неприятная на ощупь она была супер шершавая как это называется эффект марли до после лазерных всяких процедур эффект марли просто очень было неприятно дотрагиваться до кожи от особенно по сравнению с шеей шея была такая гладкая а здесь был просто наждак на лице я вот так проводил думаю господи чё с моим лицом ужасно в зеркале было ужаснейшее отражение потому что ну рожа красная шершавая и еще потом чуть позже она начала шелушиться смотрите у меня кожа уже начала шелушиться я хожу вот с такими вот отметинами после лазера вот кожа шелушиться немножко чешется но на месте шелушения конечно хочется же все это поздирать собственно когда вы сгорели на пляже да и у вас кожа начинает шелушиться очень большой соблазн все это поздирать вот у меня сейчас такое же ощущение нужно сдирать нельзя потому что под этой кожей еще все совершенно красное вот видите вот где у меня вот этот отлетела отшелушилась вон там все абсолютно еще красные так что вот такие вот друзья дела но мне кажется что все-таки лицо немножко пошло на поправку хоть чуть-чуть хотя она еще очень-очень шершавая ужасно неприятно на ощупь вот я надеюсь что все-таки скоро она регенерирует и будет все нормально чуть позже когда кожа начала шелушиться друзья у меня полезны какие-то прыщи прыща они у меня полезли вот здесь на подбородке мне их было очень-очень много вот это у меня друзья еще и герпес у меня вылез вот тут герпес у меня вылез вот здесь герпес это я уже помазала и замазала я мазала зеленкой я мазала лосьоном коламина и вот это вот у меня уже что-то типа прыщей я не знаю кожа так среагировала видимо надеюсь что больше они у меня лезть не будут что вот это последний сейчас вот они как-то подсыхают вроде и вот этот герпес у меня вроде тоже уже такой сухой так что вот так друзья я думала не дай бог это будет на всем лице полезет да вдруг какая-то такая реакция но нет был только на подбородке так я ходила по улице потому что естественно сидеть дома у меня возможности не было ходила с красной рожей то что замазывать это все тоналкой как-то ну не очень хорошо да потому что же и так плохо если еще и и криго этим тональным кремом замазывать чтобы она не дышала но это был бы для кожи вообще капец вот поэтому я ходила вся в этом коламине а он оставляет белые следы вот вся ходила белая на меня так конечно люди иногда косились думали господи что такое я думаю может просто у человека сгорело лицо и все может в какой-то там пожар попала да так длилось почти друзья неделю то есть неделю лицо отходит вот у меня сейчас прошла неделя и один день и у меня только-только сошли все вот эти вот шершавости краснота чуть-чуть спала но она все равно еще осталось то есть видите лицо она отличается от шеи она меня в принципе всегда отличалась то что у меня кожа чуть-чуть такая красноватая все это надо замазывать вот но сейчас она у меня краснее чем обычно и еще друзья такого уж офигенного какого-то эффекта чтобы от него пищать да как мне говоришь там пациентки пищат от восторга но я не знаю мне пищать лично не отчего у меня кожа осталась такой же какой она была до фракционного термолиза точно такой же осталось вот не ушли никакие эти не красные эти сосудики мои куперозные до ничего это не ушло а вот здесь кстати тоже еще два прыща было вот они уже проходят вот здесь у меня была какая-то сосудистая звездочка я не знаю родинка не родинка ее тоже прочикали сейчас от нее одно пятно осталось я надеюсь что никаких последствий не будет вот а так ну кожа просто гладенькая такая на лице она стала чуть более гладкая вот после того как сошли все эти шершавости все отшелушилась кожа стала просто более гладкой на лице ну как знаете как после какой-нибудь хорошей маски или как после пилинга вот она вот такая вот то есть и приятно так трогать я не знаю сколько будет длиться этот эффект говорят что этот фракционный термолиз можно делать раз в год то есть эффект длится может длиться год но эффект это видим вот эта гладкость что ли потому что другого эффекта я не вижу нету не антикуперозного эффекта то есть я как была красная такая осталась по налезли какие-то новые прыщи которых у меня не было герпес вот все какие там если были где-то черные точки они у меня все остались просто чуть более гладкое лицо и чтобы там что-то где-то подтянулась я этого простите тоже не вижу вот они все эти мимические морщинки все это вот она все пожалуйста просто как будто вы лицо по скрабили и вот как будто у вас после скраба в общем друзья я не знаю я наверное конечно же больше не буду делать эту процедуру как бы мне пофигу моему лицу наверное уже ничего не поможет вот и если даже с меня содрать верхний слой кожи до под ним будет точно такой же как какой был и до этого есть еще конечно еще более жесткая процедура есть как шлифовка лазером то есть там еще глубже травма кожи до лазером она еще глубже еще сильнее и там люди я знаю вообще сидят просто на антибиотиках несколько дней после шлифовки все там в бинтах лицо как после операции вот и ждут когда там все заживет может быть только после этого будет какой-то эффект ну после фракционного термолиза еще раз говорю просто гладенькая на ощупь кожи до приятно там умываться приятно крем какой-то наносить потому что кожа гладкая вот это да но это знаю только я то есть как бы я я знаю что у меня кожа гладкая даже у меня вот так вот визуально ничего не изменилось абсолютно то есть меня надо вот так вот трогать за лицо до чтобы понять этот эффект фракционного термолиза а если просто смотреть ну не поймешь что делала что нет вот еще и какая-то более красная стала я надеюсь что это краснота потом может быть спадет побольше но пока вот так вот то есть я не знаю ну почитала отзывы в интернете тоже они разные кто-то пишет что ну реально это просто ты отдаешь деньги да не за что что это очередной там ход косметологии и что ну не знаю вот за за то что у меня просто вот такое гладкое лицо как бы ходить неделю с красной рожей позориться ну сомнительное удовольствие и не знаю насколько это нужно а так это считается каким-то даже омолаживающим омолаживающей процедурой не знаю там что это омолодилась особо ничего не омолодилась все мои вот эти вот как были так есть овал лица какой был такой есть то есть ничего это не подтягивает а просто вы становитесь какими-то таким вот красно-розовыми если вы делали фракционный термолиз то напишите пожалуйста свои отзывы да свои какие-то впечатления у меня они вот такие надеюсь это видео было полезно если что-то задавайте вопросы если что-то вдруг заинтересовало вас в этой теме и конечно подписывайтесь на канал а если не подписаны ставьте лайки и пока